ОПЕК ОПЕК, дескать, уже скоро может распаться. Подробности смотрите в материалах, которые подготовила наша редакция. ОПЕК в растерянности. На будущем саммите организации 31 мая одной из главных тем для обсуждения, как ожидается, станет американская сланцевая революция. Она для большинства игроков нефтяного рынка стала сюрпризом, причем неприятным. Никто по большому счету не ожидал от США такой прыти. Начав масштабную разработку нетрадиционных углеводородов всего 5 лет назад, Америка уже умудрилась выйти на рекордные объемы нефтедобычи. Что повлекло значительные изменения глобальной конъюнктуры. Благодаря штатам на мировом рынке возник избыток сырья. Превышение предложения над спросом по разным оценкам сейчас составляет от 500 тысяч до полутора миллионов баррелей в день. Разбалансировав торговлю, штаты внесли раскол и встроенные ряды нефтяных экспортеров. Я не думаю, что мы должны бояться новых игроков на рынке. Нефтяной пирог просто становится больше. Каждый получит свой кусок. У Али Аль-Наимеев прям есть основания для оптимизма. Несмотря на наращивание собственного производства, Вашингтон старых друзей не бросает. И продолжает исправно закупать у Эр-Рияда углеводороды. По статистике Министерства энергетики США за прошлый год поставки нефти из Саудовской Аравии в Штаты выросли на 14%. В то же время импорт сырья из Нигерии, Алжира и Анголы снизился на 41%. Неудивительно, что менее зажиточные страны-экспортеры не разделяют точки зрения саудитов. Пирог пирогом, но законы рынка никто не отменял. Снижается спрос, падают и цены. И если арабы могут себе позволить такую роскошь, как 90 долларов за баррель, то Венесуэла, Иран или Нигерия очевидно не потянут. Наращивание добычи сланцевой нефти Соединенными Штатами представляет серьезную угрозу для большинства африканских производителей. Африке действительно непросто смириться с успехами США по подсчетам нигерийских экспертов. Национальная нефтяная отрасль потеряет до четверти собственных прибылей в случае, если стоимость бочки упадет ниже отметки в 100 американских долларов. А Алжиру, измотанному забастовками голодных и бездомных граждан, если верить оценкам МВФ, свести концы с концами поможет лишь 120-долларовый баррель. Свои проблемы есть и у неафриканских членов ОПЕК, в частности Венесуэла, испытывающая острую нехватку продуктов питания и предметов первой необходимости, уже заявила, что потребует сокращение нефтедобычи в рамках объединения в случае, если цены снизятся до двузначных величин. Каракасу вторит Тегеран. Ирану надо как-то латать брешь в 26 миллиардов долларов недополученной выручки, пробитую импортными санкциями Запада. Вскоре к ним наверняка присоединятся африканцы. Теоретически столь мощное коллективное лобби в состоянии сломить позицию Саудовской Аравии. Тем более прецедент уже создан. Когда в кризисном 2008-м цена барреля упала ниже 100 долларов, Эррият под давлением коллег по ОПЕК согласился умерить свои добывающие аппетиты. Ксения Мякишева, РБК. На этой неделе была очень интересная статья в Wall Street Journal по поводу ОПЕКа. И что у них большие проблемы. Они не могут согласовать, какая будет правильная политика. С одной стороны, Саудовская Аравия, у которой самая дешевая добыча нефти, и они могут показать прибыль, даже если нефть упадет до 25-30 долларов за бочку. С другой стороны, такие страны, как Венесуэла и многие африканские страны, которые добывают нефть очень дорого. И качество которых у нефти, у них много там в ней серы, она гораздо ниже. И им нужно, чтобы нефть оставалась на 80-90 долларов, чтобы практически какие-то деньги заработать. Но я думаю, что это только часть проблемы. Самая сейчас для них большая угроза, это новая система, так называемая Shell-нефть. Которая, ну или по-русски, наверное, это сланцевая нефть. Новая технология, которая была разработана в Америке много лет назад. Но сейчас, наконец, ее стали в 2009 году индустриально применять, широко применять. И в Америке, например, производство поднялось из-за этого производства нефти на самую высокую точку за 21 год. Следующая встреча ОПЕК в Вене должна ответить на опасения, что избыток предложения будет давить на цены нефти. И что это станет большой проблемой для странных спортеров. Причина этих опасений в том, что в США и Канаде ожидается рост добычи на 20% к 2018 году. Благодаря технологиям, позволяющим добывать нефть из труднодоступных источников. В наибольшей степени от этого пострадают африканские экспортеры ОПЕК, такие как Алжир и Нигерия. Только экспортеры Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, могут регулировать уровень добычи нефти. Ирану, Алжиру и Венесуэле нужны более высокие цены на нефть, выше 90 долларов за баррель, чтобы покрыть внутренний расход. У этих стран часто бывают конфликты с экспортерами Персидского залива, которые могут позволить себе более низкие цены на нефть, благодаря прочной финансовой позиции. Раньше ОПЕК в таких ситуациях сокращал добычу. Но теперь из-за роста добычи в Северной Америке это может не дать ценам достаточной поддержки. Большинство экспортеров считают, что ОПЕК сейчас не будет менять уровень добычи, сохраняя целевой уровень на 30 миллионов баррелей в день. Возможно, в следующем году ОПЕК понизит добычу на миллион баррелей в день. Я думаю, что долгосрочно ОПЕК не выживет, потому что, так сказать, ОПЕК его лучшие дни были в 70-х годах, когда они контролировали 70-80% добычи нефти. Сегодня они контролируют только очень маленькую часть, и он, так сказать, постепенно развалится. Но то, что они там не могут в определенной стране согласиться, сколько, значит, нефть нужно увеличивать или уменьшать производство, сейчас влияет не так сильно, потому что появились другие источники. Мы же посмотрим на этот вопрос с чисто утилитарной точки зрения, а вот вся эта шумиха вокруг ОПЕК в ближайшие дни, и продолжится ли она дальше, и как-то повлияет на динамику нефтяных цен. Пока мы видим, что цены достаточно стабильно выглядят, и абсолютно никого не смутило и не испугало эта статья в Wall Street Journal. Эксперты прогнозируют, что нефть будет оставаться стабильной. Давайте посмотрим, чтобы понять, что, собственно говоря, происходит с нефтью, на основные нефтяные бенчмарки. Очень редко мы сейчас показываем бенчмарк американский, так называемый, WTI, но за последние 5 лет этот бенчмарк снизился гораздо больше, чем теперь уже более признанный бренд. 25% потери против потери про бренду, всего лишь 18%. А теперь на те же бенчмарки давайте посмотрим не за 5 лет, а за последние 12 месяцев. Мы увидим совершенно другую историю. Американский бенчмарк прибавляет, несмотря на все опасения, относительно дешевая американская нефть, которая якобы хлынет на рынке. И бренд, наоборот, снижается. То есть спред между котировками американской нефти и общемировым бенчмарком сокращается, и фактически рынок нефти приходит, наверное, в свое нормальное положение. Потому что мы помним, что до кризиса нормальным считалось, что WTI стоил дороже, чем бренд. Однако ситуация меняется, меняется она и на рынках. Если мы посмотрим на заканчивающийся месяц май, то увидим, что все ужасные прогнозы и рекомендации относительно продаж, выхода из активов еще до мая не оправдались. А рынки еще больше подросли. И почему? Ответ на этот вопрос сложно найти, наверное, и не нужно. Нужно просто быть в рынке и покупать активы, пока не поздно. А может быть уже поздно? Так считает Игорь Новгородцев. Очень многие инвесторы, так сказать, ожидали, что в мае, как было последние три года, американский индекс начнет падать. Потому что будет либо какой-нибудь кризис в Европе, либо секвестр повлияет. Пока этого было незаметно, и видно, что пока по ожиданиям американский потребитель тоже достаточно уверенный. И, так сказать, пока никаких оснований думать, что он сильно поменяется в ближайшие дни, нет. Я по-прежнему придерживаюсь своей точки зрения, что какая-то должна быть коррекция летом. Потому что обычно это наступает. И сейчас американский рынок торгуется очень-очень дорого. Если посмотреть на отчеты компаний, если посмотреть, что последний квартал отчетов были весьма слабые. Поверно, одни из самых слабых за последние два года. Что может спровоцировать эту коррекцию на рынках эйфории? Ну, Федрезерв, возможно, мог стать поводом, но пока этого не произошло, может быть Китай? МВФ понизил прогноз по росту ВВП Китая в этом году с 8% до 7,75%, ссылаясь на слабую глобальную экономику и экспорт. Это добавило опасений, что Поднебесная теряет темпы. До МВФ прогнозы по Китаю уже понижали аналитики частного сектора. Причиной стали слабые отчеты по промышленности и инвестициям за апрель. Прогноз МВФ все еще выше целевого уровня китайского правительства – 7,5%, но он совпадает с подсчетами Bank of America и Standard Chartered. Первый управляющий директор МВФ Дэвид Липтон заявил, что во втором полугодии рост ВВП Китая должен ускориться благодаря росту кредитования и подъему глобальной экономики. По мнению МВФ, главным приоритетом экономической политики КНР должно быть сдерживание роста социального финансирования, который в последние месяцы превышал 10%. Это привело к опасениям, что стремительный подъем кредитования в будущем приведет к повышению инфляции. В результате у инвесторов появляются опасения о качестве инвестиций и платежеспособности. В МВФ считают, что при резком замедлении роста ВВП властям Китая следует обратиться к стимулированию экономики из бюджета, поддержать доходы и потребление домохозяйств. Если раньше любой экономический спад в Китае компенсировался крупными интервенциями правительства, то теперь аналитики уже не ожидают больших стимулирующих программ. Новое китайское правительство более толерантно относится к снижению роста ВВП. Новости по экономике Китая, возможно, стали одной из причин падения на сырьевых рынках, потому что Китай – это важный фактор здесь. И падение всех остальных площадок. Мы видим, что российский фондовый рынок сегодня весь окрашен в красный цвет. Наш лидер Сбербанк теряет около 4%. В то время за последние 12 месяцев акции Сбербанка выросли почти на 20%. Что касается новостей, которые еще могут двинуть рынки. Завтра выходит макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам, ВВП во втором чтении. И здесь интересно посмотреть на то разночтение, которое мы видим на графиках. Посмотрите, основной бенчмарк американский индекс Синкописо за последние 12 месяцев прибавляет почти 25%, в то время как ВВП Соединенных Штатов Америки стагнирует. Тут должно произойти что-то одно из двух. Либо ВВП должен подразогнаться, либо рынок должен сильно скорректироваться. Подробнее об этом Игорь Новгородцев. Самый главный отчет, который все будет ждать, это будет в четверг. Американский отчет о вловом продукте. Это будет, так называемый, Second Estimate. То есть это первый раз уже его оценили по начальным данным. Сейчас его будет переоценивать. И очень часто этот отчет достаточно сильно меняет. Иногда наверх, иногда вниз. Предварительно отчет был 2,5%. Вырос луовой продукт на годовом уровне за первую четверть. И мы будем смотреть, если 2,5% это будет поддержано или нет. Я не думаю, что он не сильно вниз или вверх, он сильно поменяется. Потому что, так сказать, он был примерно такой, какой и ожидался. Но я думаю, что тоже так многих ожиданий его изменения нет. И если будет что-то неожиданное, то это очень может сильно повлиять на рынок. У нас есть в нашей студии Андрей Андреев. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер, Данил. Андрей, ну вот на ваш взгляд, ситуация сейчас очень любопытная. Прошел месяц май. Вместо падения, краха на рынках мы увидели продолжение роста. Но ведь это не может вечно продолжаться. Все-таки впереди летние месяцы. Что вы ожидаете, как более вероятный сценарий развития ситуации? Стагнация летом? Или все-таки вот это вот ожидаемое в мае, но несостоявшееся падение? А может быть продолжение роста? Ну, вы знаете, я думаю, что оно будет действительно отложено на начало июня. Дело в том, что у нас на следующей неделе как раз будет выход по безработице, очень важный по Америке, на который смотрит ФРС. И как раз вот общая беспокойность об ужесточении политики ФРС в сворачивании программ количественного смягчения. Плюс у нас дополнительно на июнь приходятся важные достаточные вещи. Это ЕЦБ, то есть на следующей неделе это представление новой программы развития японского правительства. Все это будет создавать такую достаточно высокую волатильность. Я думаю, что как раз вот на этот период и придется основная вот такая вот коррекционная часть на Америке, по крайней мере точно. Андрей, к российским реалиям, если мы вернемся, вот какие факторы у нас поддержат рынок, какие факторы нас тормозят. Посмотрим два наших лидера нашего рынка, признанные это акцией Магнит, акцией Сбербанка. Сегодня Сбербанк на отчетности после выхода отчетности и комментариев представителей организации акции вытеряют 4%. С Магнитом немножко иная ситуация, Магнит включили в индекс на этой неделе, все хорошо. Как вы смотрите на наших лидеров, вот они будут, скажем, лучше рынка, если у нас начнется коррекция, или они будут теперь лидерами снижения? Вы знаете, на самом деле, если говорить о качественных активах, то есть это тот же упомянутый Магнит или дивидендные бумаги, Сбербанк, в общем-то, представил отчетность достаточно неплохую. Я, в общем-то, не ожидал чего-то феерического, потому что было понятно, что будет сворачивать потребительское кредитование, более консервативную политику проводить. И плюс дополнительно создает, скажем так, неопределенность с точки зрения будущего. Это будущее понижение ставки, которую рынок уже закладывает ЦБ и РФ. И, соответственно, Сбербанк находится в подавлении, просто непонятно, как они будут компенсировать вот это падение кредитования и, по крайней мере, еще закладывать падение процентной маржи прибыли. Поэтому можно говорить, что Сбербанк будет с рынком, даже, может, чуть хуже локально, но, на самом деле, тут надо ждать новостей, вот заседание ЦБ будет в июне. И вот там будет интересно послушать, все-таки, что же будет с ключевой ставкой. Если ее не понизить, то, в принципе, можно знать во втором полугодии, что Сбербанк сможет восстановить свой кредитный темп роста кредитного портфеля и, соответственно, немножко отчетность улучшится. Андрей, ну вот поговорили мы с вами о рынке, об экономике. Ясно, что Сбербанк не может долго быть лучше всей экономики России в целом, и его бизнес связан с экономическими реалиями нашей страны. Очень коротко, у нас на РБК сегодня День науки. Как вы относитесь к науке, к российской науке? Еще раз спросите. Как вы относитесь к науке, Андрей? Хорошо, отношусь. На самом деле, если говорить о макроэкономической ситуации в России, то тут полно не определился. Это как раз и есть показатель рынок показывает то, что вероятность роста и какого-то хорошего качественного выхода экономики вообще непонятно. Нет какого-то нормального программного заявления правительства. Спасибо большое, Андрей. На связи с нашей студией был Андрей Андреев с компанией «Форум». Ну а поскольку у нас День науки, он продолжается. Смотрите после короткой рекламы эксклюзивное интервью академика Жуареса Алферова, который вам дал нашу канал. Телеканал